Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Это проект, который заявились, наверное, все регионы России, потому что он интересен тем, что он берет очень важную проблему. Важную проблему – это эндокринные заболевания у детей. Серьезная, молодеющая проблема, особенно проблема сахарного диабета. И мы наравне со всеми регионами направили свою заявку. В заявке было указано, что у нас есть, чем мы обладаем, какой у нас профиль больных, сколько у нас специалистов, какими знаниями обладает, какой квалификации. Мы направили свою заявку, и программа выбирала только шесть регионов из всей России. Мы в эти шесть регионов попали. Программа – это пример инновационной благотворительности. То есть совместно с деньгами фонда КАФ, Альфа-Групп, через благотворительный фонд и совместно с научным эндокринологическим центром Москвы именно изучается профиль больных, то есть заболеваемость детей, а детей они взяли эндокринными заболеваниями в России. Для внедрения мировых практик, для обучения специалистов новейшим достижениям, для того, чтобы дети получали адекватную, квалифицированную помощь, вовремя доступную помощь, и для того, чтобы обучить как людей, родителей, и тоже и в обучающую среду, в детские сады, в школы, внедрить методики здорового образа жизни, чтобы не провоцировать эндокринные заболевания у детей. Это очень важно. А вот до этой программы что-то было наверняка, это же все равно не сегодня случилось, такое количество малышей, которые начинают болеть с самого раннего возраста. Естественно. И экспертами признано, что в нашей области, они поэтому взяли нас, потому что на наших базах будут учиться другие уже регионы, которые не вошли в эту программу. Вот буквально они три дня работали, мы в районы ездили, мы в поликлиники детские ходили, в городе отделение смотрели. И помощь, которую возглавляет Алла Юрьевна Филимонова у нас, как главный детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, признана. На уровне той, которая в настоящий момент признается оптимальной. У нас даже признано на уровне мировых показателей введение инсулину с помощью помп. То есть где-то во всем мире, приближается к 30, у нас на уровне 30, в России где-то в районе 20% детей пользуются помповой инсулинотерапией. Как так получилось, что у малышей столько проблем со здоровьем? Есть вина родителей, которые не следят за своим здоровьем, пока мамочка вынашивает малыша, пока она готовится еще стать мамой? Те сложные анализы, которые генетические, молекулярные анализы, именно выяснить, почему идет такой всплеск. Мы, конечно, и во всем мире идем, но мы изучаем российскую землю. Это будет срез. На нашем исследованиях будут даны рекомендации для всей России. С согласия родителей у детей берется кровь. Эти сложные генетические молекулярные исследования ведутся в научном и эндокринологическом институте в Москве. Результаты нам даются. И потом вот эта вся статистика, которая будет собрана, она будет в конце концов давать какую-то картину и рекомендации. Дело в том, что у нас ведь не только идет там амбулаторное, стационарное. У нас есть и школы диабета, когда обучают, и методички, которые даются родителям, как считать, как рассчитывать, как себя вести, что есть ребенку можно, что нельзя. Даже мы в этом году среди там где-то 10 регионов участвовали в так называемом диаспартакиаде. Мы возили своих детей в Сочи. Вот Алла Юрьевна ездила с ними в Сочи, где дети участвовали в спортивных соревнованиях, чтобы показать, что да, это диагноз, но с ним можно жить, и с ним можно жить достойно. То есть вы имеете в виду, что эта проблема неизвестна тем, у кого ее по сути нет? Диабет, надо признать в настоящий момент неизлечимое заболевание. Надо всегда все считать, всегда понимать, сколько тебе надо там инсулина или таблеток, для того, чтобы держать уровень сахара на определенной уровне, норме. Но этому детей надо учить, к этому надо готовить родителей. И надо решать еще психологические проблемы, когда родители считают, что вообще сахарный диабет возникает только в глубокой старости. Там после 50, там 70 лет, может быть, нет. Надо обращать внимание на определенные симптомы, которые тревожат там. Там родители могут стревожить, какая-то не такая моча, что-то он мочится много, что-то он пьет много ребенок. То есть, что есть такие специалисты-эндокринологи, что об этом надо сказать педиатру. И обследовать ребенка, но, слава богу, если у него не будет, значит, вы все-таки думаете об этом. Поэтому вот эта программа даст рекомендации как медработникам, как педагогическим работникам, как социальным работникам, которые ходят в семьи, которые находятся в сложном жизненной ситуации, там какие-то неблагонадежные родители, этих детей, как среагировать, как себя вести, что надо сделать. И я думаю, что это будет очень важно. И потом эти будут проводиться семинары для сотрудников всех, как я перечислила, службы. И опыт будет изучаться. Давайте обсудим второй важный момент. Это присоединение некоторых медицинских учреждений. Каких именно коснется? К нашей больнице присоединяется консультативная детская поликлиника. К нашей больнице присоединяется девятая больница и молочная кухня. Это есть постановление губернатора на это. И это правильно, потому что так работает вся Россия. Во всей России из 72 учреждений до настоящего времени два только не имели своих консультативных баз, амбулаторных баз. Значит, это мы и Благовещенск. В настоящий момент Благовещенск тоже исправляет эту историческую ошибку. И у нас идет исправление этой исторической ошибки. Почему я ее так называю? Потому что проще работать в системе. Это доказано тоже опытом всех ведущих клиник России, что амбулаторное звено должно быть теснейшим образом связано со стационарным. Находят в амбулаторном звене, ставят диагноз в стационарном, наблюдают и профилактируют это заболевание как в амбулаторном, так и в стационарном звене. Одна школа, одни врачи, одни семинары, одни методики. И пациент не теряется между двумя лечебными учреждениями. Девятая больница. Девятая больница, да, она имеет свой опыт, все, но на настоящий момент больница не может представлять из себя два инфекционных отделения. Это не больница, сложно представить, в России таких больниц нет. Конечно же, там хороший опытный персонал, и мы, естественно, сохраним отделение, присоединив их к областной больнице. Там предполагается сделать их профилизацию, профилизацию кишечной инфекции, как были там, гельминтозы, дисбактериозы. Все это останется. Сейчас мы смотрим номенклатуру отделения по возможности назвать их центром инфекционной патологии. То есть вот это сейчас рассматривается, и я думаю, что неважно для пациента будет, будет в этом учреждении главный врач, будет отдельно завметы, бухгалтер, для него неважно. Для него важно получить качественную и доступную медицинскую помощь. А сами понимаете, если в этом отделении кишечная инфекция появилась, у нее очень много сопутствующих есть. И тогда этому пациенту его не надо переправлять в другое, в нашу больницу после того. Есть люди, есть врачи, которые всех, есть база диагностическая, которые будут направлены на излечение пациента и в девятой больнице, у которой этого нет, нет той материально-технической базы, которая оснащена в настоящий момент областной детской клинической больницей. Спасибо вам за хорошие новости. Мы пожелаем нашим телезрителям, чтобы они были прежде всего здоровы. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова